В топливе отказали. Региональное отделение Общероссийского народного фронта помогло людям с топливом. Жителям нескольких деревень Гусь-Хрустального района в местном лесничестве отказались выделить делянки для заготовки дров. В результате жители 150 домов остались без тепла. В качестве альтернативы людям предложили воспользоваться территорией соседней делянки, выгоревшей в 2010 году. После вмешательства общественников администрация Гусь-Хрустального района обещала разобраться и выделить в январе людям территорию для заготовки дров. Следком договорился с трудовой инспекцией. Стороны соглашения на постоянной основе будут обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия. Только в этом году в регионе возбуждено 13 уголовных дел о невыплате заработной платы. Потерпевшими признаны почти 500 граждан. Защищать интересы трудящихся будут сразу три государственных ведомства. Руководители регионального следкома, управления МВД и Государственные инспекции труда по Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве по защите трудовых прав и свобод граждан. Ведомства договорились, что будут направлять в следственные органы материалы по нарушениям трудового законодательства, где ущемляются права и свободы. Прославились на всю страну. Представители Владимирской области получили призы Всероссийского конкурса народных промыслов, который проходил в столице в рамках выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка». Диплом и вторую премию получила предприятие «Шелковая коллекция» из Кольчугино. На конкурсе отличились и мастера Гусевского хрустального завода. Композиция «Москва-Сити» Владимира Касаткина завоевала второе место в номинации «Дорогая моя столица». Художник Александр Грызунов получил третью премию в номинации за сохранение традиций народного искусства. Куда обратиться, если заболел в праздники? Департамент здравоохранения области составил график работы медицинских учреждений в новогодние каникулы. С 1 по 8 января с 9 до 15.00 в поликлиниках области будут работать дежурные службы. Станция скорой помощи будет работать круглосуточно. За срочной медицинской помощью обращаться нужно по телефонам 03 и 112. Подробный график работы медицинских учреждений области можно найти на сайте Департамента здравоохранения. 20 миллионов на кинотеатре. Такую сумму получила Владимирская область от Российского фонда кино. Теперь кинозалы появятся в Александрове, Муроме, Судогде и Суздале. А в Гороховце оборудование уже закупили. В условиях конкурса прописано, что деньги получают города с населением до 500 тысяч человек. На каждой по 5 миллионов. Эти средства нужно потратить на покупку цифрового и звукового оборудования, киноэкрана, системы для 3D-показа, кресел и остальных необходимых комплектующих для работы полноценного кинотеатра.